Однажды один московский журнал, критический, попросил меня и группу литераторов написать свое мнение о, как бы это правильнее сказать, о характере нашего творчества, о психологии творчества, о том, для чего мы пишем, для кого мы пишем, почему мы пишем. Так как я не умею писать статьи и не очень люблю анализировать себя самого, я отказался от статьи, остальные написали очень серьезные исследования собственного творчества. А я написал стихотворение, придумал к нему музыку, получил песни, я послал это в журнал. Они это не напечатали, хотя это был прямой ответ на их вопрос. Он не пишет, что он слышит. А кто так не делает, пусть не пишет вообще. Пусть вообще не пишет. Писать надо просто таким способом. И вообще, да, это приближается к тому, что мы как бы кинструируем в руках, в кого-то, ну, то ли лиц, в волцах, в общем, ну, без... Мы сами с них потом уже, в зиму, ну, чи просто ванкеры. И ж ты. В ванде тёмного стекла Из воды портного пива Роза-красная цветла Ворой непоробливой Исторический роман Сочинял я понемногу Прогреваясь газума Под прологами пилот Каждый пишет, что он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет И не стараясь уродить Как природа захотела Почему не наше дело А че чего не надо судить А че-кучу Вы летали голубы Было вымыслом избытке И без собственной судьбы Я выдёргивал по нитке В путь героев снаряжал Наводил в прошлом справки И поручиком от справки И в путь героев снаряжал Каждый пишет, как он дышит Как он дышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Как он дышит, как он дышит И не стараясь уродить До последнего листочка И пока еще жива Роза красная в бутылке Роза красная в бутылке Роза красная в бутылке И не стараясь уродить Как природа захотела Почему не наше дело А почему не надо судить Аплодисменты Аплодисменты